Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Оксана. Это видео будет о содержимом моей сумки. И если вам интересно такого плана видео, если вам интересно заглянуть, что я ношу с собой, что же находится в моей сумке, то продолжайте смотреть данное видео и поехали. Сразу хочу отметить, что содержимое моей сумки очень аскетично. Я не ношу с собой много вещей, косметики вообще по минимуму, как-то вот так вот сложилось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а вы относитесь к минималистам? Девчонки, насколько я знаю, любят свою сумочку, ну прям под завязку набить. Так ли это в вашем случае? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно. Сейчас осень и я практически всегда, когда куда-то иду, беру с собой вот эту большую сумку. При этом она не громоздкая, в нее, конечно, поместилось бы в разу, наверное, два точно больше всего, что есть сейчас. Но так как я сказала, я не любительница переполнять сумку за ненадобностью. И поэтому сейчас я вам покажу, что будем доставать вместе. Давайте начнем. Итак, первое. Первое, что в моей сумке, первое, что мне попалось, попался блеск. Блеск для губ, я уже говорила, что это мой фаворит. Это блеск для губ от Art Deco, мой любимчик в этом сезоне, лип лакер. Такая лаковая помада, хорошего такого приятного запаха, в 20, по-моему, да, в 20 цвете, номер 20. И это такой, скажем так, приглушенно-винный цвет. Мне очень нравится, как она увлажняет губы, как она ложится. В общем, рекомендую такие помадки от Art Deco всем, если вы еще не пробовали. Следующее, что находится в моей, хотела сказать, косметичке. Следующее, что находится в моей сумочке, это наушники. Вот они у меня почему-то сейчас все-таки не скручены. Обычно я их скручиваю таким жгутиком. Наушники Sony. В общем, когда я нахожусь где-то, где есть хоть какая-то свободная минутка, но не с кем поболтать, поговорить, то я, конечно же, тогда слушаю либо музыку, если это в автомобиле, либо если где-то в каком-то общественном месте какая-то, может быть, очередь, я не знаю. Ну, пример. В общем, наушники идут на ура. И я слушаю какую-то музыку, либо что-то еще нужное, интересное, какую-то полезную информацию. Следующее, что есть в моей сумке, это, сейчас достану, это всегда кошелек. Кстати, раньше, лет, так, года 3-4 назад, я вообще кошельками почти не пользовалась. Они у меня были, но как-то в сумку я их не плала. Это кошелек от Полиньи, мне он очень нравится, ему уже, по-моему, 2 или 3 года. Он микс ткани и, опс, чуть не выпали карточки, микс ткани и кожи. Внутри все кожаное, сейчас я вам покажу. Вот так выглядят внутри здесь карты, которые чуть не выпали. Значит, здесь права водительские. Кстати, где права, это надо узнать. Права. И здесь отделение для монет. Здесь, соответственно, для бумажных купюр. Вот здесь вот отделение. Еще какой-то вот здесь кармашек. И мне очень нравится вот этот кармашек на обратной стороне, на замке. Он с такой, вы можете видеть, с такими двумя монетками. Видимо, они так одна фурнитурная. Ну и вторая фурнитура, соответственно, из кожи. Вообще, такой кошелек очень практичный, подходит под любую сумку. Напишите, пожалуйста, также в комментариях. Может быть, кто-то тоже не пользуется кошельками, как и я в свое время. И по каким причинам? Мне просто было, вот знаете, неудобно. Так, следующее, что в моей сумке, это расческа. Я всегда ношу с собой вот такую расческу. С такими зубьями, достаточно широкими. Я не пользуюсь массажными щетками. Если кто-то владеет хорошей информацией, вернее, если кто-то владеет информацией по хорошим профессиональным расческам, напишите, пожалуйста, мне. Данная тема сейчас очень актуальна. Я буду признательна. Спасибо. Следующая, это вот такая ключница. У меня это презент. Ключница от Гуччи. Ей уже много-много лет. С ней тоже ничего не происходит. Она прекрасного качества. Такой молочный цвет кожи. И опять текстиль с логотипами. И золотая фурнитура. Единственный минус, это то, что вот эта светлая кожа, бежевая, да, такая, даже не бежевая, а молочная, она, конечно же, требует постоянной чистки. Ее нужно чистить. Ну, ее нужно протирать просто влажными салфетками. В принципе, ничего такого сложного нет. Следующее, что у меня, это всегда зеркальце. Вернее, у меня пудра. Пудра, ну, в принципе, я не подпудриваюсь, да, или не припудриваюсь в течение дня. Но зеркальце все равно нужно. По-моему, у любой девушки с собой есть зеркальце. У меня пудра Dior, и, кстати, цвет 002. Dior Skin Forever. Она такая прозрачная. Если есть какие-то, если на лице есть какие-то проблемы, да, то она, конечно, не уберет. Но просто прибавить немножко тона лица, такой вот дымкой ляжет. Мне нравится такой эффект. Следующее, это еще у меня вот такой, почти уже окончившийся на сегодняшний день, как это, gloss, бальзам для губ от Yves Saint Laurent. Очень люблю этот цвет, 30-й, да, да, очень люблю, уже несколько раз покупала. Когда солнечная погода, вот такая приглушенная роза-персик, микс розы и персика с такими вкрапленными огромным количеством блесток создают просто невероятный цвет на губах. Поэтому присмотритесь, тоже рекомендую вот такую вещицу, которая у меня уже, наверное, год точно лежит в моей сумке, потому что она классно подходит и солнечной зимой, и когда солнце. Когда паспортный, я все-таки беру вот такую помаду, да, сегодня, вот такую, как такого винного света. А вот когда солнышко, то так люблю, когда губы как-то вот, знаете, отражают солнечный свет, назовем это так. Дальше, что еще? Еще это всегда солнечные очки. Последние солнечные очки у меня от Cavalli. Сейчас я вам их покажу. Последнее приобретение, вернее, последние очки, которые я приобрела, были эти очки, поэтому как-то использую я сейчас эти очки. Вот это Cat Eyes, вот они мне так, по-моему, идут. Мне они достаточно удобные, как бы они классические, они черные, дужки у них под леопарда, и внутри тоже красивый такой леопардовый принт. И история этих очков тоже интересная, потому что такие очки в Минске стоят в три раза дороже, чем в Италии, поэтому делайте выводы сами, да, вот, где покупать очки, чтобы не переплачивать. Летом, конечно, очки использую очень часто, зимой чуть меньше, но в автомобиле всегда, чтобы не щуриться, не дай бог, в какую-то аварийную ситуацию, да, в какую-то ситуацию аварийную не попасть. Следующее, что у меня последние полтора-два года с собой, это всегда вот такой гель, да, антисептический гель. Кстати, к слову, раньше им не пользовалась, предпочитала даже в общественных местах просто помыть руки, но с другой стороны, выходя из тамской комнаты, мы опять беремся за ручку, на которой там миллиарды микробов. Поэтому кто-то пользуется влажными салфетками, я пользуюсь вот таким гелем. Напишите тоже, девочки, в комментариях, вы пользуетесь салфетками или предпочитаете вот такой гель. Потом, конечно, в сумке что-то всегда для волос. Вот в данном случае у меня такой, как резинка-бант в виде, да, ну, резинка в виде банта фиолетовая такая, в крапинку. Часто еще бывает крабик, но вот сейчас нет. По-моему, это все. Давайте проверим вместе. По-моему, она пуста. Или в ней есть какая-то бумажка. Давайте завалялась конфетка. Ну, на самом деле конфетки встречаются у меня редко. Я люблю больше черный шоколад, но кто-то меня, по-моему, угостил. Конфетка еще была на дне сумочки. Вот, пожалуй, и все содержимое в моей сумке. По-моему, очень аскетично. Я знаю, что девочки любят носить с собой косметички, брать много косметики, некоторые берут даже тушь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, девчонки, что вы увидели в моей сумке с точь в точь, что есть вашей. Что вас удивило, что у меня нету. Я прислушаюсь, мне будет очень интересно. Возможно, что-то положу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok